Всем привет! Так, сейчас... Опа! Итак, всем привет! Сегодняшнее видео... Сейчас, минуточку. У меня всё как всегда. Вот, надеюсь, я говорю довольно слышно, потому что мы делаем небольшой ремонт в нашей квартире, поэтому могут быть слышны посторонние звуки, и прямо здесь у меня сейчас спит Боря, поэтому полевые условия, да. Но, в общем, он спит, заняться мне нечем, и я решила снять видео о такой процедуре, как ламинирование волос в домашних условиях. Да, именно это я недавно себе сделала. В принципе, это не первый мой опыт, но во всём поподробнее, да. Собственно, делала я ламинирование с помощью марки Paul Mitchell вот такие вот... как они называются. Четыре средства мне для этого понадобилось. И обо всём по порядку расскажем. В принципе, предыстория. Я уже не первый раз делала ламинирование волос. Это мой третий... Третья процедура, назовём это так. В принципе, я не из тех людей, кто верит во всю эту фигню, про то, что там, я не знаю, ваши волосы будут себя чувствовать прекрасно, замечательно, если вы нанесёте на них там какой-то состав. Да. Собственно, вот мои волосы. Как видите, ничего особенного. Да, они становятся вкусно пахнущими, да. Примерно где-то первый... Первый, может быть, день, максимум два. Я люблю, чтобы волосы вкусно пахли, поэтому я вам об этом говорю. Что ещё? Также волосы довольно мягкие на ощупь, но поймите правильно, я много чего делаю с своими волосами, и у меня волосы, в принципе, мягкие. Поэтому, когда я делала первые две процедуры, это было прошлой весной, я как бы мне казалось, что, ну, да, волосы мягкие, приятные, всё такое, но конкретно, что мои волосы стали здоровее, я этого, конечно, не видела. Но всё равно эффект меня радовал, он мне нравился и так далее. Собственно, с чего вдруг? Мы с подружками решили сделать ламинирование волос. Я говорю, а я как раз ещё-то где-то ездила у нас здесь, и у нас всё время висела реклама, что вот поумечил в каком-то салоне красоты, супер-супер, типа такая, в общем, марка. Я стала про неё прочитать, были, в общем-то, неплохие отзывы, ну, как, не то, что прям отзывы, но, типа, говорили, значит, сами, те, кто относится к этой фирме, что вот мы такие замечательные, можно купить составы разные, да, и, в общем, сделать ламинирование дома, потому что, честно говоря, типа куда-то в салон, у меня тогда вообще не было на это ни времени, ни желания, ничего такого. И мы решили, что, мы скинемся, вроде как потусим, а заодно вроде как и отборовимся, да. Вот, и, да, мы купили, скинули, сделали это пару процедур, а потом так сложилось просто обстоятельство, что эти банки 4 остались у меня, и девчонки мне сказали, вроде как, и оставляй. Я оставила. И, в общем, совсем недавно, пару дней назад, я снова себе сделала ламинирование, потому что у меня оставался немножечко состав. Собственно, хватит болтать, уже 3 минуты ни о чем, теперь я перейду к собственным делам. Начинается процедура с того, я вам, кстати, вот эти вот все шампуни от Том Митчелл уже показывала в каких-то своих фаворитах или еще где-то, потому что, ну, ими надо было пользоваться. И тут я решила вообще по назначению их использовать. Итак, это шампунь 2, вот, вот, так называется, я его вам показывала. Да, вы, значит, его наносите на волосы, моете волосы, прямо этим шампунем, минуты 2. Они так и пишут, 2 минуты вы моете этим шампунем. У меня сегодня, да, что-то все отсвечивает, ну, извините, простите, пожалуйста. Вот, ну, в принципе, как бы, да, вот он, такой вот шампунь, называется шампунь 2. Да, шампунь 2. Вот, мылите волосы 2 минуты где-то, если у вас волосы свежеокрашенные, то полминуты, потом смываете. Дальше вы наносите маску, вот она маска, супер чарджет, короче говоря, супер-пупер увлажняющая. Вы, наверное, ничего не видите, я потом, может быть, как-то, ну, вот, собственно, надеюсь, сейчас попробую так вот делать, вот, в общем, супер-пупер вот эту маску, она супер-пупер увлажняющая, супер-пупер, супер-пупер, простите, у меня сегодня вообще с головой беда. Вот, вы ее наносите и держите, по-моему, минут 15 на голове, да, держите, потом тоже смываете, то есть, вот они, два продукта, это первые, две ступени, то есть, шампунь, потом маска, это 2 минуты, это 15, смыли, молодцы, дальше волосы подсушиваете полотенцем, я их еще расчесала, и дальше вы наносите непосредственно сам ламинат, честно говоря, я думаю, что вам вообще ничего не будет видно, но выглядит он вот так, честно говоря, если вам будет интересно, я постараюсь найти ссылку, где мы это тогда покупали, и вам оставить просто ссылку на эти продукты, и вы посмотрите точно, как они завязаны. В общем, вот такой вот состав, геля-желеобразный, такой вот, там вот у меня еще чуть-чуть осталось, но поверьте, когда он вот так вот переворачивается, тут уже вы выскрести невозможно, вот, и вы этот состав наносите по всей длине своих волос, я наносила в перчатках, и мы так, по-моему, делали тоже, уж не знаю почему, не думаю, что он какой-то химозный, но в общем, да, в перчаточках наносите его, и распределяете по всей, 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 всей длине, по всем волосам. Дальше вы это все дело закручиваете в пленку, накрываете сверху полотенцем, и в идеале, в идеале нужно что делать? Нужно как бы попеременно то сушить, как бы нагревать волосы феном, то их охлаждать. Это для лучшего эффекта. Первый раз я так делала, мы с девчонками вкраска-то собирались, мы этой вот этой фигнёй занимались, сейчас я этого не делала, я, честно говоря, на это забила, потому что, в принципе, волосы сами как будто в таком тепле находятся, поэтому я не стала этим заморачиваться. Вот, да, это вы держите, вот этот вот состав, вы держите минут 25 на волосах, вот, и потом, естественно, смываете. И когда вы это все смоете хорошенечко, хорошенечко все смываете, последнее, что вы наносите, это вот этот вот детенглер, я уже его тоже где-то когда-то показывала, вот он, тоже от Полсмит, Полмитчел, я говорила Полсмит до этого, или все-таки Полмитчел, что-то у меня вообще сегодня беда, да, наносите этот бальзам, кондиционер на волосы, так и хорошенечко все волосы им обрабатываете, и потом смываете. В принципе, это вся процедура, ничего особенного. Ну, и потом сушите волосы, укладываете их феном и так далее. Волосы очень приятно после этого пахнут, вот действительно, чем-то таким прям, ну, вкусным, вкусным. Очень мягкие, очень такие шелковистые, бархатистые, в общем, обалденные. Но, не знаю, если честно, весь вот этот вот комплект стоил мне, кажется, это порядка 4 тысяч рублей. Наверное, не так много, учитывая, что это Полмитчел, здесь 4 средства, но, блин, это не стоит этих денег. Да, это вообще не стоит того, чтобы это делать. Начнем с того, как-то это все, не знаю, может быть, если вы бы сделали бы 10, или я бы сделала бы 10 процедур, да, там через 3 недели, по-моему, они советуют это делать, или через 2, может быть, я видела бы какой-то аховый результат. Я результат особо не вижу, от 2-3 процедур полная фигня. В принципе, вот этой вот штуки хватает, я вам сейчас скажу, где-то на 7-8 применений. Ну, как бы вообще ни о чем. То есть, даже, скажем так, курс, да, из 10 процедур, вы вот этой вот фигней не сделаете, только если у вас очень короткие волосы. Вот, поэтому я в нем смысла не вижу. Наверное, я бы и не советовала ее делать. Мое личное мнение, что и в салоне-то это будет выглядеть, как выкачивание денег, это ламинирование волос, поэтому я думаю, что это все полная фигня. Вот, поэтому, да, во всяком случае, полничею. Может быть, какие-то другие марки дадут какого-то другого результата, но я, честно говоря, в это не верю. Я думаю, все, бла-бла-бла, да. Вот, сейчас модно делать кератиновое восстановление волос. Я не делаю, делать не собираюсь пока. Но у меня вроде как хотела делать подруга, и если кому интересно, я потом, ну, могу у нее знать ее впечатление, у нее кучерявенькие волосы, поэтому узнаем, как это ей. Но я не верю во все эти процедуры. Мне кажется, что проще купить себе хороший шампунь, кондиционер, маску, не знаю, спреи, масла, и это будет давать вам лучший результат, чем вот эти вот все процедуры. Ну, на тот момент я была немножко далека от темы волос, поэтому я согласилась на эту авантюру, которая, в общем, на мой взгляд, каких-то конкретных результатов не дала. Вот. Это вот был мой отчет о ламинировании волос маркой Пол Митчелл. Вот. В принципе, на этом бы я закончила свое видео, но я решила еще две минутки вам рассказать. Вы меня часто спрашиваете о том, как продвигается моя диета. Многие из вас мне пишут, что у меня похудело лицо. Самое, конечно, не вижу, но возможно. Но, что хочу вам сказать по поводу моей диеты. Как бы, как бы, я еще худею. Но почему как бы, потому что скинув 7 килограмм и потеряв как бы один размер в одежде, да, то есть я уменьшила. Хотя я ничего себе нового санта не покупала, я ношу просто далеко забытое старое. Вот. Но сейчас я конкретно расслабилась. Я стала уже употреблять много разных продуктов. Я, конечно, стараюсь есть очень, точнее, очень редко, когда я все-таки даю себе такую конкретную послабинку и ем прям вообще какие-то десерты. Это, может быть, было раза три, но это было, и как бы этого не должно быть. Вот. Но так я ем фрукты, еще какую-то там выпечку иногда ем. Но, да, может быть, я уже об этом говорила, я все пыталась взять себя в руки. У меня это не получалось. То есть вот как бы этот результат, причем результат, как бы я не набираю какие-то килограммы. Я набрала бы 800, может быть, 600 грамм, то есть даже не килограмм, с тех пор, как, скажем так, у меня человек все подряд, назовем это так. Вот. Но тоже не все подряд. То есть как бы я держусь на своей диете, но очень сильно отступаю от нее. То есть это скорее даже у меня получается как этап следующий, закрепление. Вот. А так как мне нужно оставаться на моем этапе, я, в общем, по этому поводу переживаю, потому что еще, конечно, хотелось бы хотя бы килограмма 3 скинуть. Но вот уже пару дней я все-таки держу себя в руках. Вот. И надеюсь, что у меня это все-таки получится. Вот. Такие вот результаты на сегодняшний день. То есть минус 6 килограмм. Да. В принципе, я себя чувствую хорошо, но все равно как-то вот надо, надо взять себя в руки и уже как-то начать что-то делать вообще. Да. Еще я занимаюсь гантелями. Руки качаю. Да. Была у меня такая вот идея. И, в общем, я ее каждый день реализовываю. Вот. В принципе, это было все мое видео. В принципе, оно было о ламинировании волос. Но пару слов я сказала о том, что вы меня часто спрашиваете. Вот. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok